Игорь Анатольевич, с победой. Что скажете по игре сегодняшней? Спасибо за поздравление. Есть результат, набраны три очка. Есть недовольствование от того, что можно было с большим качеством реализовывать те моменты, которые создали. Но и в то же самое время радует, что мы имели эти моменты. То есть вот эту эшеларнированную оборону получалось скрывать. Как вы думаете, с чем связано то, что моменты не удалось реализовать? Может быть с нервоводностью, а может быть с тем, что просто не везло? Мы опытные, чем Азербайджан. Говорить о нервозности, наверное, не стоит. Вопрос, есть исполнительское мастерство, есть эпизод удачи. Ну и нужно обратить внимание на то, с какой самоотверженностью оборонялась сборная Азербайджана. Где столько блокированных ударов. И отметить удачную игру и вратаря Шарифова. Несколько вопросов от журналистов. Все привыкли видеть, что женская сборная играет в Москве на Сапсан-арене. Почему решили стадион? Из-за покрытия или по какой-то другой причине? Ну вообще идея такая была, чтобы переходить на натуральные поля. Предполагаем, что и в Англии, и на Евро нам играть на натуральных полях. Поэтому с таким дальним заделом был выбран городок. Кого из соперников по группе считаете нашими главными конкурентами? И стоит ли задача от руководства занять непременно первое место напрямую отобраться на чемпионат мира? Стоит задача отобраться на чемпионат мира с первого, со второго места. Но со второго места очень сложный отбор. И понятно, что у нас фавориты сборной Дании. Если говорить, они входят в элиту. Это элита европейского футбола. Не случайно они в 2017 году играли в финале чемпионата Европы с Нидерландами. Но это не значит, что два вечера нельзя оказаться сильнее, чем они. А из конкурентов, я думаю, что это и Черногория, и Босния в том числе. Как оцените календарь и находите ли вы его удобным? Когда обсуждался календарь, наши пожелания не были учтены другими командами. Но мы пошли им на встречу. И какая разница, нам все равно играть каждый с каждым. Последний вопрос. Пришлось ли работать в психологическом плане с девушками с ССК «Локомотива», которые неудачно выступили в Лиге чемпионов? И как много времени уходит на то, чтобы привести всех к одному знаменателю? Как в физическом плане, так и в моральном. Через три дня где-то выравнивается физическое состояние. Через три-четыре дня. В плане психологии это все-таки некоторое время назад уже случилось. И девочки перешагнули, и клубные свои проблемы оставили в клубах. А в сборную приехали с тем настроением, что атмосфера должна быть приятной для всех. Спасибо большое.